Привет, друзья! 10 лет исполняется в этом году красивому и эмоциональному Lamborghini Aventador, что, согласитесь, очень много даже для суперкара. И после такого длительного пути в компании все-таки решились свернуть в производство флагманской модели. А чтобы это событие не осталось незамеченным, в Lamborghini решили выпустить прощальную версию суперкара с приставкой Altim. Внешне прощальный Aventador выделяется плавностью линий и сдержанностью форм, при этом ему досталась активная аэродинамика от более спортивных собратьев, и он легче на целых 25 килограммов версии Aventador S. При этом обладает таким же соотношением мощности и веса, что и у рекордного SVJ. Другими словами, в компании решили взять лучшее от обеих моделей и украсить это все новыми разноразмерными дисками – спереди 20-е, сзади 21-е, а также предложить своим клиентам новые комбинации цветов и оформление салона. В техническом аспекте Aventador остается верен традициям и предлагает тот же 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью в 780 сил при 8,5 тысячах оборотов в минуту и моментом в 720 ньютон-метров. Вся эта мощь передается на все четыре колеса с подруливающей задней осью через семиступенчатый робот. Такие данные позволяют суперкару весом в 1550 килограммов разменивать первую сотню всего за 2,8 секунды. Если продолжить давить на педаль газа, то уже через 8,7 секунды двухдверка наберет вторую сотню, а максимальная скорость составляет впечатляющие 355 километров в час. Как я сказал ранее, больше в компании не будут производить эту модель, и перед нами прощальное издание. Всего в компании выпустят 350 автомобилей в кузове купе и 250 в кузове родстер. Учитывая ограниченный тираж и значимость такой модели, цена на такую версию может быть значительно выше, чем на предыдущие модификации Aventador. К тому же это последний Lamborghini с чистым безнадувным V12, о чем заявила сама компания на презентации. Но это не значит, что V12 вовсе исчезнет. Просто он станет частью новой гибридной силовой установки, чтобы вписаться в существующие нормы по выбросам. Но это будет уже другая история, так что последний Aventador действительно в чем-то уникален. Японцы могут снова начать выпускать Lexus GS, правда не в том виде, к которому мы привыкли, о совершенно другом. Речь идет о преемнике премиального седана, который, судя по слухам, может стать более дорогой версией Toyota Mirai. В компании всерьез задумались о том, чтобы перевести GS на водородную тягу и тем самым сэкономить на производстве, позаимствовав все ключевые узлы у Mirai и украсить это все новым кузовом с более дорогим премиальным салоном. Напомню, что Lexus GS вполне неплохо продавался на рынке Северной Америки и в Японии, но в связи со сменой глобальных тенденций, модель отправили в отставку. Когда покажут новое поколение GS, достоверно неизвестно. Но если верить инсайдерам, такое событие, скорее всего, произойдет уже в следующем году. BMW обогнал по продажам своего злейшего конкурента компанию Mercedes. Правда, речь идет не о международных продажах, а о рынке Северной Америки, который также очень важен для обеих компаний. Если верить отчету, BMW удалось догнать и даже обогнать конкурента за первые полгода и продать на 7348 машин больше, чем это сделала компания Mercedes. Причиной такого успеха оказался очень удачный второй квартал, за который BMW удалось реализовать 95561 автомобиль. Больше половины из них оказались кроссоверы. Mercedes же удалось продать 83390 машин за этот же период, при этом уступив продажах и Lexus, с его показателем 83459 машин. А худшие показатели традиционно у Audi. Немецкому премиальному бренду удалось реализовать всего 66995 автомобилей. Это лучше, чем за аналогичный период прошлого года, но все еще недостаточно для того, чтобы настигнуть конкурентов, которые снова вырвались вперед. Toyota начала выпуск для рынка Европы компактного паркетника Toyota Yaris Cross. Автомобиль собирается на том же заводе во Франции, что и Yaris четвертого поколения. Но в отличие от своего собрата, с которым он делит платформу, версия Cross чуть шире и выше и может похвастаться увеличенным дорожным просветом на 3 сантиметра. Новинка оснащается гибридной силовой установкой с полуторалитровым бензиновым двигателем, работающим в паре с электромотором. Вся эта кухня выдает 115 сил и, как заявляют в Toyota, это единственная модель в своем классе, готовая предложить полный привод. В Европе новый Toyota Yaris Cross начнет продаваться уже с осени этого года. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Оставляйте свои отзывы по поводу услышанного и увиденного и подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Нам очень важна ваша поддержка. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok